всем привет сегодня я показываю в своем видео вторую спальню и вторая спальня вот именно эта спальня она самая маленькая у нас в доме и площадь наверное ее где-то пять с половиной метров всего и как видите она граничит смежная вот с той спальни который вы уже видели то есть две спальни находится рядышком вот эта спальня которую вы видели голубая спальня она у нас ну как бы на двоих до двух двухместный скажем так номер а вот это в спальне она маленькая она как бы одноместка и мы сюда поставили одноместную кровать но в принципе можно сюда конечно поставить полуторку но тогда она займет очень много места в комнате поэтому мы решили ограничиться одной кроватью и давайте я вам сейчас покажу все подробнее вот так это спальня выглядит при дневном освещении окно выходит на задний двор и вообще спальне находится над кухней и фотографии этой спальне до ремонта в ней я приложу в конце видео чтобы вы посмотрели это спальне как я уже сказала жила хозяйская девочка все захожу сейчас покажу вам ее со всех сторон очень люблю зеркала и меня в каждой комнате и даже в коридорах висят зеркала мне кажется зеркала очень украшают комнату да делают ее какой-то такой мягкой увеличивают естественно пространство особенно маленьких комнатах вот таких как это мне нравится зеркала разных форм и здесь вот мы выбрали видите такую сердечную форму и такой же подобрали маленький светильник и вот поставили мне кажется мы не прогадали можно было поставить как я рассказала сюда полуторку но односпальная кровать мне кажется здесь подошла лучше потому что полуторка заняла вопрос практически вот половину комнаты да ну конечно если это необходимо допустим у вас двое детей там или вам негде спать то конечно можно и поиграть вот с кроватями но поскольку у нас это тоже гостевая спальня то мы решили сделать сюда вот поселить сюда одного человека ну допустим ко мне приезжали мои дети сын с женой и с женой кристины которые вы уже знаете и с с их дочкой с моей внучкой вероникой и вот ника спала здесь а сын женой спали вот там за стеной мне кажется заполнять маленькие комнаты шифонерами и какими-то такими крупными вещами мне кажется создает более такое тесное пространство поэтому мы этого делать не стали и в каждой комнате у нас по комоду я потом чуть позже переверну камеру и вы посмотрите вот вот эту сторону вообще мы значит смотрите сейчас я вам расскажу такую небольшую историю значит мы жили как-то не только приехала в англию мы жили в оксфорд жили и у колина там был небольшой дом на две спальни всего ну поскольку он жил один и ему этого хватало и когда я приехала мы прожили там два с половиной года потом он переехал значит он поменял работу и стал ездить сюда вот на север и поэтому в связи с этим с переменной места работы мы поменяли и место жительства ну здесь очень многие так делают значит мы продали тот свой дом в оксфордшире и продали где-то наверное его наверное вот именно вот в это время где-то наверное конец марта апрель то есть новые жильцы туда въехали и купили соответственно мы вот этот дом но отсюда жильцы выезжать не спешили поэтому у нас мы не могли сюда въехать наверное около двух месяцев на полтора месяца это точно и колин говорит давай снимем гостиницу и будем жить в гостинице потому что ну куда же мы пойдем там уже нас новые жильцы а здесь мы еще мы сюда еще не можем ехать но мама говорит что с ума сошли какая гостиница давайте приезжайте к нам и будете жить у нас и вот мы полтора месяца ну полтора месяца точно может быть даже чуть побольше жили у мамы взяли конечно с тобой все необходимое а вся наша мебель все наши пожитки все 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 значит уехала на склад и там стояла тоже вот полтора месяца мы ждали теперь 1 июня значит мы вот как сейчас помню 1 июня потому что я в этот день сдавала экзамен значит мы получили ключи вот от этого дома значит мы сюда приехали но мебель здесь никакой нет вообще ничего нет значит по договору как бы как бы по договору хозяева прежние хозяева должны были здесь оставить стиральную машинку машинку как ее называют для посуды до для мытья посуды вот но они этого не сделали они все забрали с собой то есть мы приехали вообще голые стены все и вот у нас у мамы вы взяли такой знаете матрас надувной вот мы его надули спальни вот нашей спальни спали нашей спальни на этом надувном матрасе и все остальные вот принадлежности наши да личные принадлежности мы хранили на полу постелили такие клеенки на пол вот хранили на полу Затем мы купили, конечно, сразу микроволновку и расположили её, поставили её в консерваторе, в микроволновку. Ну, как раз вот была такая погода, то есть было тепло. И у Колина как раз были, знаете, такие стулья, летние такие раскладные, такие вот из тента. Вот такие вот стулья. И вот на этих стульях мы сидели, и коробка из-под микроволновки у нас служила нашим столиком. Потому что компания, которая увезла всю нашу мебель на склад, она была занята. И вот первое свободное окно, в которое они могли привезти нашу мебель, вот как раз было через неделю нашего здесь уже проживания, скажем так. И вот, значит, вот смотрите, мы купили этот, въехали, вернее, сюда в июне, а в декабре месяце мы ожидали гостей. И, значит, мой сын со своей женой и с Никой должны были сюда приехать. То есть вот получается за 6-7 месяцев Колин сделал ремонт практически во всём доме, ну, не считая отдельных комнат. Он закончил весь верх, да, то есть все спальни были готовы к их приезду. Представляете, вот всё это время мы носились как угорелые, да, причём что он работал, и вот по выходным, и после работы он вот делал ремонт. Ну, конечно, я тоже помогала ему, чем могла. Ну вот, и вот, значит, вот такая небольшая история. Ну вот, я развернула камеру в другую сторону, и вы можете видеть вот эту стену. То есть мы на этой стене, мы увидели, мы хотели сделать всю комнату нейтральную, но мы увидели вот эти обои и не смогли от них отказаться. Они нам очень понравились, такие, знаете, необычные. Вот, и решили сделать её не на фронтальную стену, а на вот эту вот боковую спрятанную стену, чтобы был такой небольшой сюрприз. И вот здесь мы поставили, не стали ставить никаких тоже громоздких шкафов, поставили небольшой комодик, вот такую тумбочку. И, в общем-то, и всё. А, да, и ещё вот такой стенд. Помните, я вам говорила? Вот такой стенд, на который я вешаю плечики. Когда гости приезжают, вот, пожалуйста, они вешают всё необходимое вот сюда. Мне кажется, им хватает, в принципе, мои близняшки, когда они были маленькие. Так вот, сейчас хочу поделиться с вами лайфхаком, который показал мне мой муж. Ну, может быть, вы его уже знаете, но для меня это было, например, сюрпризом. Вот, допустим, комод. Здесь у меня хранятся шарфы и перчатки. Но дело не в этом. Дело в том, что дно каждого ящика он застелил такими же обоями. То есть вырезал по размеру ящика обои, да, и как продолжение. Вот видите, на стене и продолжение в каждом ящике. Мне показалось это очень оригинально и симпатично. Ну вот, я закрыла дверь и хочу вам показать эту комнату в более объёмном варианте в панорамном видео. И вы знаете, мне кажется, эта спальня очень напоминает мне мою спальню, в которой я прожила до тех пор, пока я не вышла замуж, когда я жила ещё с родителями. У меня тоже была по размеру вот такая небольшая спальня. Ну, конечно, не по оформлению она напоминает мне, а именно по размеру. И примерно такого же размера у меня была кровать. И даже не кровать, а, как мы сейчас говорим, тахта. Тогда у меня была вот такая маленькая односпальная тахта, в которой я очень даже умещалась. Вы знаете, когда моя дочка была маленькой, и мы тогда жили ещё в Ульяновске, и только-только переехали в новую квартиру, четырёхкомнатную квартиру, ну, хрущёвку. И она меня просила только об одном. Это была самая большая её просьба – приобрести в её спальню ведро для мусора. Почему-то это было очень важно для неё – иметь ведро для мусора в спальне. И вот, помня её слова, помня её просьбу, в эту спальню мы тоже приобрели ведро для мусора вот в таком цветочном варианте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok